При весе 54 и став гораздо больше, очень тяжело было воспринимать свое тело сначала. Наверняка вы уже запомнили, что Рита – это героиня нашего проекта «Азбука стройности». И уже около двух месяцев она худеет, согласно предписаниям специалистов из центра «Доктор Барменталь». Результат на сегодня – минус 8 килограммов. Мы решили проверить, соблюдаются ли рекомендации там, где камера еще не мелькала, и приехали к Маргарите прямо домой. Гусаимовы с радостью встретили нас в своей новой квартире. Они не один год наворачивали круги вокруг строящегося дома, в котором до ума доводилась их родная двушка. Мы довольны, потому что до этого мы жили с родителями, а сейчас мы вдвоем, и теперь мы как взрослые, как говорят наши друзья. Хозяева оформили комнату в фиолетовых тонах, и только позже узнали, что этот цвет – лекарство от переедания, подавляет аппетит. Фиолетовое пристрастие быстро подметили друзья. Теперь гости с пустыми руками не приходят, стараются преподнести подарок в любимой цветовой гамме. Смотрели, какие-то вещи подходят, какие-то не подходят. Вот то, что не подходит, оставили у мамы. То, что подходит, забрали себе. Вот так и обживись. Уже четыре года как Гусаимовы вместе. Недавно исполнилось два года со дня их счастливой свадьбы. Еще когда познакомились, решили, что все трудности будут преодолевать вместе. И когда Рита согласилась участвовать в проекте «Азбука стройности», Даниил не стал перечить. Хоть внутренний не был доволен поступком своей жены. Мне казалось, это должно естественным путем происходить, а не под влиянием каких-то внешних факторов. То есть, либо это без посторонней помощи происходит, либо это остается вот так, как оно есть. Но когда изменилось питание в доме, это коснулось всех. Рита упорно взвешивала и рассчитывала калорийность завтраков и обедов. Сначала мы взвешиваем тарелочку. Вот. И обнуляем заново граммы. Теперь на столе только здоровые продукты, или, говоря словами Риты, выгодные. И никакой еды по аппетиту. Лексика, которой пользуются психологи центра «Барменталь», теперь часто звучит в разговорах. Меня раньше муж как-то поправлял. Что это ты так стала вдруг разговаривать? На самом деле, мне даже самой здорово слышать от себя такие вещи. Потому что, когда я говорю, значит, я уверена, что я буду продолжать это делать. Он долго привыкал к супу без пассерованных овощей и излишков жира. Но через некоторое время любитель пончиков встал на весы. Рите удалось похудеть мужа. Чувствую, что ей лобашка схватит на стол, а это остается. Так что старания хватило на двоих. И вот так у нас происходило, наверное, год-два. Года не пойду, я хочу спать. Ну, сейчас, раз мы решили меняться, оздоравливаться, значит, будем оздоравливаться. Мы, в свою очередь, обещаем всячески помогать нашей героине достичь заветных килограммов. Не прочь ради благого дела опустошить холодильник. Вот это мы удачно зашли. Хорошо, когда хозяева худеют. Вся вкусная еда достается гостям. Ксения Еременко, Дмитрий Фокин. Специально для программы «Кто там?». Продолжение следует.